доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала магия успеха старое самопознание меня зовут наталья кто со мной еще не знаком сегодня давайте вновь посмотрим на вашего загаданного человека что с ним происходит как у него дела вариант будет один располагайтесь пожалуйста поудобнее отбросьте все ненужные мысли настройтесь на расклад представьте визуализируйте того человека который вам любопытно узнать как у него дела вообще думать для вас вспоминает ли визуализируйте произнесите его имя дату рождения давайте будем смотреть не забывайте пожалуйста что это общий онлайн расклад итак смотрим в каких энергиях находится сегодня загаданного вами человека какое у него настроение причем думает что у него в мыслях чем озабочен да что он содержит сегодня на сердце какая атмосфера у него в доме главное событие дня на чем человек сегодня сфокусирован что желает о чем может быть мечтает да если мысли о вас думает ли вспоминает ли если думает то раскроем что конкретно он думает его эмоции чувства по отношению к вам на сегодняшний день и посмотрим его действия ближайшую неделю полторы по отношению к вам будет ли вообще действовать как-то проявлять себя смотрим каких энергиях находится загаданный вами человек взаимопомощь взаимовыручка возможно ему помощь идет извне как то у него пытаясь по получается сегодня с кем-то договориться заключить сделку то есть в принципе такая на самом деле земная энергия здесь человек занят какими-то своими возможно бытовыми вопросами рабочими вопросами немножко эта карта конечно такая знаете с каким-то расчетом вот здесь все то что связано с земными делами вот все равно присутствует некий расчет да может быть конечно человек по своей доброте душевно проявляет некую благотворительность для кого бы то ни было да либо просто он помогает каким-то друзьям товарищам может быть членом его семьи здесь может быть помощь абсолютно любая возможно у него сегодня даже некое такое благородство открылась вот такая вот энергия в принципе но она нормальная на земная на хорошая как говорится по делам и нашим будет вот примерно здесь идет такой процесс но возможно конечно же и он может нуждаться на давайте более подробно раскроем да о чем здесь эта карта на чем вот его энергетика так и хочется сказать что либо действительно человеку сегодня пришла такая большая сумма здесь мог быть займ на такой хороший займ если человек обращался в банке то непосредственно ему или пришло одобрение вот здесь еще знаете идет такой реально денежный какой-то поток денежный поток если мы не касаемся финансовой стороны то здесь возможно человек хотел бы либо как-то помочь некой даме эту даму он очень высоко ценит потому что она его глазах но шикарно либо ему нужна помощь от этой дамы но здесь вот видите опять двоякая такая информация выходит на давайте по раскладу будет уже более-менее понятно давай возможно что там и как там на сердце ой вернее не на сердце а в мыслях девочки но в мыслях у него императрица человек возможно сегодня очень много и часто думает о женщине это может быть мама кстати да это может быть супруга либо это та женщина которая для него очень значимо пока я не знаю если вы супруга то значит человек конкретно думает о вас здесь конкретно человек думает о вас если вы смотрите распад его супруга то тогда человек думает о вас если вы не супруга то здесь человек думает в любом случае все равно свои от своей супруги но конечно же ситуацию всех могут быть абсолютно разные да и человек может допустим вас видеть для себя очень главную очень важную женщину такое здесь тоже может проиграться и вот исходя из того то что уже здесь идут им такие интересные арканы девятка пентаклей это своего рода же такая знаете маленькая императрица у нее тоже есть статус у нее есть положение она хорошо стоит на своих ногах твердо в принципе она обеспечена вот возможно здесь идет вот какая-то вот знаете связка с этой женщиной как энергообмен еще может быть да то есть возможно человек сегодня прям вот был в каком-то контакте с женщиной которые у него есть в мыслях давайте более подробно посмотрим еще чем императрица да а что конкретно там смотрите здесь человек пытается понять для себя а вообще что это за женщина потому что она для него загадка она для него не прочитанная книга он они вообще ничего не знает девочки постарайтесь услышать именно свою информацию если вы с этим человеком на расстоянии и вы как-то от него может быть отстранились либо он сам от вас отстрел отстранился неважно да то здесь у него идет только мыслительный процесс а я ведь они ничего не знаю а как она там а что у нее да что происходит с кем общается с кем как говорится какими делами занята с кем встречается в общем здесь человеку в принципе интересно понимаете здесь вот возможно человек ставите как-то хотел бы к вам проявиться может быть вам чем-то помочь возможно да либо действительно ему нужна ваша помощь если же здесь все-таки речь идет о супруге и вы смотрите нас как говорится на своего мужа то здесь я могу сказать также информацию он может о вас многое не знать но для кого-то проиграется это вообще такой редкий случай что вашего загаданного человека не только есть супруга но и верховная жрица это тайная женщина то есть в голове две женщины здесь присутствует у него у всех здесь ситуации могут быть разными поэтому постарайтесь услышать свое хорошо давайте посмотрим что у него на сердце сегодня шанс вот он где-то чувствует ощущает что ему должен открыть должна открыться некая дорога шанс для чего-то хорошего для того чтобы человек реально мог прочувствовать это осизать трогать видеть понимаете вот здесь идет какая-то история об этом его душа требует какого-то как правильно вам сказать какого-то движения душа требует движения и также возможно человек здесь радуется возможно тому что у него открылся вот этот финансовый поток да если тем более человеку получилась как-то вот получить большую сумму денег то возможно кстати вот женщина ему могла поспособствовать да то есть он может не рассчитывал на ее вот эти вот какие-то способности возможности да а тут она могла его удивить и у него так увал оказывается я ее немножечко как бы не знал да на что она способна действительно вот для кого-то кстати может проиграть вся такая история на что вот некая помощь была оказана какой-то дамой еще посмотрим что у него на сердце на душе сегодня вот понимаете ему хочется что-то быстро 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 что-то получить торопиться боится как говорится не успеть нервничает до агрессирует возможно говорится на нажмет на педаль газа быстрее на но если конечно он вводит а у вас автомобиль до вводит у вас автомобиль а для кого-то вообще может проиграться такая ситуация что наоборот человеку реально не хватает ресурсов и здесь ресурсы но опять-таки они могут быть разные это и поддержка допустим да это и финансовые потоки это и вообще в целом возможно самочувствие может быть подшаливать да потому что тогда когда мы нервничаем наши действительно психика она разрушается нам а если психика разрушается привет психосоматика как говорится да и тут у нас пошли проблемы внутри в организме наши органы срочно требуют обследования внутренние органы я имею ввиду поэтому здесь возможно у человека вот знаете агрессирует из-за того что у него не открываются наоборот дороги вот сегодня какой-то немножечко расклад идет как двояки понимаете вот здесь и так и тогда тут вот такого какого-то единого направления я пока не вижу здесь очень много информации и она раздваивается как расслаивается эта информация поэтому постарайтесь слышать свое еще раз повторюсь да хорошо что у него в доме в доме у него идут судьбоносные перемены судьбоносные перемены судьбоносные перемены с чем связаны эти судьбоносные перемены действительно что-то кармическая идет посмотрите здесь на дне колоду у меня выходит 알아 Покан повешенный, то есть жертвенное какое-то такое состояние. И вот здесь я уже могу примерно одно направление точно утвердительно сказать, что человеку здесь не хватает финансов. И из-за этого он может очень сильно нервничать, понимаете? И здесь, как бы мне сейчас, может быть, не грустно было бы это озвучить, но, возможно, вашему человеку приходит некий откат за то, что он делал ранее. И здесь тогда по энергетике можно сказать, что у человека по большей части он нуждается в деньгах. И причем это не маленькие суммы, это большие могут быть суммы. Это могут быть большие суммы. Так что вот здесь вот уже более четко, более понятно, что у человека все-таки не так все благополучно, как ему хотелось бы. Возможно, у него идут проблемы и с женщиной, да, потому что он действительно в каком-то недоумении, а я, оказывается, о ней многого не знал. Здесь могла вскрыться какая-то тайна, да, то есть и человек из-за этого мог начать агрессировать, да. Здесь в доме что-то идет судьбоносное, и это не совсем положительную сторону, честно говоря. Главное событие дня, давайте посмотрим. Главное событие дня. Ваш загаданный человек, возможно, чувствует себя совсем неуспешным человеком. Вот он выглядит вот так, как маленький мальчик, который держит вот этот пентаклик, возможно, он у него один-единственный, как говорится, ну, условно, девочки, да. Здесь человек сильно страдает именно по материальной части, да. То есть как-то вот прям идет не совсем в гору, хочется сказать, у загаданного человека. Возможно, даже человек надеялся, что вот-вот-вот-вот получится, и раз в самом завершении ему какой-то облом. Либо ему сказали, нужно еще подождать, да, то есть повешено, это же у нас тоже такая немножко подвисшая-зависшая ситуация, но это, знаете, такое ощущение, как будто его высшие силы испытывают на прочность. Вот такое вот, кстати, тоже может здесь проиграться. Еще о чем здесь говорится. Ну, ваш загаданный человек сегодня пытается размышлять, планировать что-то, да, смотреть в какое-то свое светлое будущее, отказаться вообще уже то, что у него было ранее, отставить это все в сторону, но его размышления, они больше не взрослого человека, а ребенка. Конечно, я могу здесь сказать еще, если, допустим, у вашего загаданного человека есть дети, то у него сегодня вот прям размышления, досуг был проведен со своим ребенком, да, то есть, допустим, куда, к примеру, отправить ребенка учиться, допустим, или что нужно сделать для его какого-то благополучия и так далее. Возможно и так, но больше, конечно, здесь идет это, что ваш загаданный человек себя чувствует сегодня, ну, немножечко никчемным человеком даже так, потому что, ну, есть такой, знаете, я вижу рассвет, да, я вижу этот рассвет, но я что-то неправильно делаю, я что-то неправильно планирую, потому что проявляется некий такой детский инфантилизм, может быть, чрезмерная мечтательность, да, возможно, человек здесь еще такой процесс нацелен на что-то на хорошее, на светлое, и ему все-таки пришла в голову идея начать что-то все с чистого листа, да, начать что-то изучать, смотреть, интересоваться какой-то сферой, возможно, которая ему ранее была незнакома вообще. Здесь человек, на самом деле, у него мыслительный процесс идет, и в какой-то степени его внутреннее состояние, оно как в агонии в такой, да, потому что рыцарь мечей – это не совсем такая положительная карта. Арканы, в принципе, все хорошие практически, да, ну, вот можно сказать, что у него все хорошо, все благополучно, но какая-то вот, вот это вот, ну, самое главное, это у нас все-таки, ну, не то, что самое главное, да, все-таки немаловажный аспект нашей жизни – это финансы. И вот здесь все равно что-то идет не так, как он рассчитывает, и это действительно его сильно будет выбивать из его какого-то стабильного состояния. Здесь действительно человек рассчитывает на что-то, на хорошее, на благополучие, на стабильность, но вот что-то скрытое, и понимаете, он это чувствует еще в какой момент, да, потому что все-таки в мыслях, в Верховной Жрице, здесь человек интуитивно еще что-то ощущает, да, то есть на уровне интуиции, вот она у него прям включается, вот. Вот он хочет как лучше, да, а получается такое ощущение, как всегда. Но он вырулит, потому что, ну, постарается, скорее всего, вырулит, даже несмотря на то, что подвешенная ситуация, то есть это временное явление у него, да, у него все равно выйдет все в плюс, потому что все равно Верховный Суд, да, понимаете, это идет такое состояние, как переосмысление, и здесь у человека будет подъем, потому что присутствует родовая поддержка, то есть род его поддерживает, высшие силы его поддерживают, да, но дают какие-то определенные испытания. Это нормальный процесс. Хорошо, давайте посмотрим, есть ли мысль о вас, думает ли, вспоминает ли. Девочки, здесь не просто думает и вспоминает, а человек очень-очень-очень сильно огорчен, раздавлен. Почему так? Ему больно. Мысли есть, мысли есть, но он раздавлен. Возможно, между вами точка. Возможно, ваши отношения не развиваются. И действительно, как знаете, финиш. Давайте еще смотреть, что человек думает о вас. Мысли далеко не добрые. Ну, не яркие, не любовные и так далее. Ну, посмотрим еще. Король мечей. Очень много мыслей о вас. Безумно много мыслей о вас. Но эти мысли, понимаете, они холодные. Они вот прям жесткие. Есть, возможно, даже какая-то вот немножко, ну, как ненависть, что ли. Еще. А почему такая ненависть? Еще. Потому что ему вас не хватает. Здесь вообще человек может думать, что вы являетесь виновницей всех его финансовых неудач. Финансовых потерь. Он, честно говоря, не понимает, что ему думать. Вот смотрите, здесь выходит императрица и верховная жрица, да. Девочки, может быть, вы являетесь его такой женщиной, которая, ну, давайте так, обладает некими способностями, которые, ну, как-то вот несвойственны другим людям. То есть это что-то такое сверхъестественное. К примеру, вы можете сказать что-то вслед или предупредить человека о чем бы то ни было, да. И вот здесь у него будет такой некий шок, откуда ты это знала? И действительно, вы можете, если что-то сказать, то это реально может сбыться. Реально может сбыться. У него могут такие мысли заградываться, что где-то вы что-то сказали, возможно, ему вслед. Здесь выходит король мечей, да. Это, возможно, действительно бывший ваш партнер, бывший ваш супруг. Возможно. Либо это тот человек, который относится к таким профессиям, как военные, допустим, да, работают в госструктурах, в госучреждениях, да. Здесь юристы, адвокаты, какие-то просто там обычные офисные работники, которые в основном работают с бумагой, да. НЛП-шники здесь тоже могут быть. В общем, то есть айтишники, господи, НЛП-шники, я говорю, айтишники, да. Поэтому здесь, в принципе, человек немножко такой жестковатый, да. То есть у него присутствует такая очень хорошая защита, и он не позволяет эмоциям на самом деле брать верх. Поэтому если у него что-то идёт не так, он особо… Эмоции, конечно, понятно, разные, да, но здесь человек по отношению к вам, он далеко не расплывается. Ему плохо, и он от этого злится, понимаете. Ему вас не хватает, ему действительно, может быть, не хватает вашего ресурса. И ему очень плохо. Он чувствует себя, ну, вот как нищина паперти, как говорится, да. Здесь, ну, такие вот мысли. И опять идёт десятка пентаклей. Здесь действительно у человека что-то, ну, как бы, по финансовой сфере как-то действительно что-то хромает, да. Но и так же здесь, девочки, как бы он не злился, как бы он там на вас всё, что там ему в голову взбредёт, не думал, не перекручивал, здесь действительно могут приходить самые чудные идеи относительно вас. Вот самые чудные, ну, в общем, примерно понимаете, да, он всё равно думает о вас как о родном человеке. Если вы являетесь его супругой, то понятно, он о вас, ну, и думает, что вы его супруга, да. И вопрос, возможно, как-то решать надо. Но пока выхода он не видит. Выхода не видит. Возможно, как-то вы, девочки, тоже, если вы, допустим, его супруга, да, возможно, вы повлияли на его какую-то вот финансовую составляющую. Я не знаю, тут могло произойти всё, что угодно. Может быть, вы деньги взяли, да не туда вложили, допустим, к примеру, да, и он теперь, что ты наделала, это полный крах, да, прям вот как ножом полосануло. Либо здесь, если у вас это бывший супруг, да, то вы могли его оставить, как говорится, без ничего. И он не ожидал, что вы способны на такое, понимаете, по Верховной Жрице, да. Он не ожидал, что вы сможете пойти на такой шаг, то есть ободрать его как липку. Может быть, для кого-то проиграется и так. А он надеялся, он как-то верил, что ему всё-таки, может быть, как-то выиграет какой-то процесс, да, если был бракоразводный процесс. Поэтому здесь вот истории, конечно, разные сразу всплывают, но услышьте, пожалуйста, своём. Что у него к вам в чувствах? Что у него к вам в чувствах? Ну, вы для него женщина, всё равно, вот, родная, она моя. Она для меня в какой-то степени опора и стабильность. Дни Пентакли сегодня. Девочки, у вашего мужчины сегодня, по-моему, едет крыша относительно финансов. Либо человек здесь задумался действительно о каких-то ценностях вообще человеческих. Ну, ему духовности не хватает, понимаете? Здесь человек бездуховный. Он немножко вот как-то далеко от этого такое ощущение. А его, возможно, вот не зря идут вот эти откаты. Возможно, человека как бы стараются его перевернуть, как говорится, в воздухе, да, вот по-повешенному. И чтобы он всё-таки осознал, что для него ценно. А вы для него по королеве Пентакли очень ценная женщина. Вы для него безумно ресурсная. Что ещё у него к вам в чувствах? Вы для него действительно... Но он такое ощущение, что он ещё недопонимает, что вы такая вот есть на самом деле, понимаете? Где-то он... Ну, давайте ещё посмотрим. Что в чувствах у загаданного человека по отношению к вам? Что в чувствах? Королева кубков. Вот как я, как говорится, хотела уйти от двух женщин. Нет, всё равно здесь две женщины. Смотрите, если вы чётко уверены, что вы у мужчины одна, единственная, как говорится, неповторимая девочки, вы для него всё. Вы для него самая желанная. Вы для него самая любимая. Вы для него самая-самая-самая. Вы чувственная. Он вас любит, понимаете? Но если вы чётко осознаёте тот факт, что вы в паре не одни, есть ещё другие люди, то здесь у человека на сердце две женщины. Как бы это сейчас глупо не звучало. Две. И что? Я не могу. И он хочет такое ощущение, как сохранить обеих. Вот понимаете? Какой интересный мужчина. Ну-ка ещё. Что ещё у него в чувствах, вот конкретно по отношению к вам? Но здесь чувство есть. Чувство есть. Человек без вас тоскует. Человек без вас скучает. Ему плохо. Ему прям вот... Горесно. Как дальше быть? Как дальше жить? Что творить? Что делать? Он не знает. Печаль печальная. Печаль печальная. И никто-то ему не интересен. И ни что-то ему... Если человек живёт в семье, и там вроде бы, как казалось бы, идиллия, и всё хорошо... Нет, девочки. Вот конкретно это про вас. Нет. Здесь человеку без вас очень плохо. Ему вас не хватает. Там как-то всё приелось, там как-то всё... Как-то всё не так. Здесь пятёрка, да? Человек нуждается в вас. Здесь четвёрка. Ему вы необходимы. Вы ему нужны. Грустно ему. Очень грустно. Его действия по отношению к вам в ближайшую неделю-полторы. Тупик. Блок. Девочки, здесь, может быть, вы его поместили в блок, да? Либо, конечно же, он сам проявил вот эту некую инициативу. Он как-то отстранится от вас. Но дело в том, что это сейчас его вообще не устраивает. Он уже, знаете, много-много раз пожалел, что он это сделал. Это, знаете, как локоть близок, а не откуда... Ну, ты его не упустишь, да? Не получается. Десятка мечей, да? У вас действительно здесь десятка мечей, двойка мечей, да? У вас действительно здесь мог получиться вот прям такой хороший, ну, вот как бы разрыв. Либо это такая пауза, которая может перетекать в какую-то... Ну, уже понимание того, что всё, вот уже не вернуть такое ощущение. Ну, ещё давайте более подробно расскажу. Понимаете ещё какой момент, да? Он не понимает, то ли как-то к вам действовать, то ли не действовать. А что это, допустим, если я буду действовать, что мне это даст? Что мне это даст, да? Он не уверен. Он запутался в своих же собственных мыслях, в своих же собственных ощущениях. Он пытается включить свою интуицию, но она ему не подсказчик в таких вот энергиях, которые взбудораженные, агрессивные. Вот много такого негативного импульса от него исходит. Там интуиция работать не будет, ему нужно успокоиться. Ему действительно нужно прийти в какой-то некий баланс, равновесие. Тогда он ещё может услышать интуицию. И тогда вот эта двойка мечей, она ему откроется. И он будет понимать, как ему действовать, допустим, в отношении вас. Пока вот, ну вот как-то блок. Ещё дополним, ещё дополним. Он не хочет терять вот эту десятку кубков, девочки. Но где-то там размышляя, он понимает, что он это уже потерял. Он не сохранил. Он не сохранил свою любимую женщину. Он её потерял. Ему хочется любви, ему хочется наполнения, ему хочется единения. Если, девочки, вы его семья, он хотел бы к вам вернуться. Он надеется на какую-то удачу. Он надеется на, возможно, на высшие силы. Но здесь человек немножко такой бездуховный. Но, возможно, вот сейчас, побывав вот в таком вот положении повешенного, может быть, его что-то осенит. Да, может быть, действительно, человек начнёт вот сегодня прям его осенит, и он будет просить высшие силы, как говорится, ну, Бога, высшие силы. Кто во что верит, да? Чтобы ему открылся вот этот путь к десятке чаш. Он хочет с вами объединения, он хочет наполнения, он хочет чувства, он хочет эмоций. Он желает любви, но понимает, что это вот как-то невозможно. Всё. Ну, будем смотреть, да, будем дальше узнавать, как у него меняется настроение. Может быть, выйдет из своей вот этой двойки мечей, что там с ним будет происходить. Это сегодня у него какая-то некая паника, да. Вот почему, допустим, событие дня, я хочу всё оставить в прошлом, всё, я готов идти в будущее. Но дело в том, что у него ресурса нет, чтобы идти туда. Да, шестёрка Пентакли, да, которая здесь уже конкретно показала нам, что человеку необходима помощь. Здесь пятёрка Пентакли, четвёрка Кубка. Человек здесь действительно не в ресурсе. Ещё четвёрка Пентакли вот здесь, понимаете? Ой, здесь пятёрка Пентакли, прошу прощения. Он не в ресурсе. Ему нужно успокоиться. Тогда, возможно, ему придёт решение, и он будет понимать, что действительно ему нужно в этой жизни. И кто ему нужен будет в этой жизни. Здесь вот такой вот сегодня получился расклад. Девочки, пишите, пожалуйста, в комментариях, как с вами резонирует, как проигрывается. Я с вами надолго не прощаюсь. Увидимся в следующих видео. Как всегда, от Души желаем всего самого наилучшего, прекрасного, солнечных дней, улыбок. И пусть сегодняшний день будет намного лучше, чем вчерашний. Всего доброго. До новых видео.